Вокруг вываленной кучи испорченного молока невыносимый запах. Пакеты, лежащие в поле под открытым солнцем, надуваются и лопаются, а жидкость, попадая в почву, привлекает насекомых. Вот это молоко, которое сейчас, наверное, больше напоминает кефир, было обнаружено здесь 11 августа. И сколько оно здесь пролежало, непонятно. Известно только то, что срок годности у этого продукта истек еще в прошлом месяце. Вот они, просторы наши необъятные. Все, полетели пакетики. Рядом с пакетами молока лежат упаковки со сметаной. Дикие животные и полевые мыши растаскивают все это по территории, чего невозможно не заметить даже с дороги. Вот, пожалуйста, работа для экологической полиции. А то прямо смотрим, где машину на газоны поставили люди. Экологической полиции уже давно не существует. Закамское управление Минэкологией тоже повлиять на ситуацию не может, так как этим должен заниматься лесхоз. Сотрудник этого ведомства сегодня приехал на место свалки и сообщил, что их служба может убрать только бытовой мусор, который находится в лесу. Его, к слову, тут тоже немало. А территория, где находятся пищевые отходы, это не их вотчина. Это государственная земля. Вот эта лесная земля, государственная земля. Я не знаю вообще. Это, наверное, другого района вообще, не зона нашей деятельности. Мы же не можем с чужой церкви приходить что-то делать. Точно так же. Сейчас надзорным органам нужно определить владельца этого участка земли, ведь только они могут распутать это дело. После чего можно будет и мусор на свалку вывезти, и найти тех, кто привез эти пакеты сюда. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Максим Липин. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».